Здравствуйте! Я сейчас хочу вас познакомить со словом таким ученым, гелиограф. Вообще это слово, ученые, название некого прибора, имеет два значения. Первое значение, это вот тот красивый прибор, что показано на фотографии. Это прибор, который фиксирует интенсивность излучения Солнца. Это шар стеклянный, а сзади этого стеклянного шара выполнена такая поверхность, на которой закрепляется бумага. Бумага обыкновенная, несветочувствительная. И вот светит солнышко, и бежит оно по небу. И, соответственно, этот гелиограф фокусирует это солнышко на противоположной стороне своей. Вот этот шар, он действует как собирающая линза, и выжигает на ней пятнышко. Если солнышко светит слабо, и пятнышко слабенькое светит сильно, и пятнышко широкое, хорошо прогорелое такое, да, понимаете, сильное пятнышко. Вот такой простой прибор, он давно уже известен, он красивый очень, его любят фотографы для научных всяких, научно-популярных журналов фотографировать. Вот помню, первый номер журнала «Знания и силы», который я увидел в детстве, на нем на обложке была вот эта вот яркая такая праздничная фотография, вот эта вот гелиографа. Где-то там в снегах гелиографа, это был январский номер, 1 января он почему-то тогда пришел ко мне, вообще замечательно. Так вот, это не единственное значение слова гелиограф, немножко забытый гелиограф, телеграф, знаете, а это вот гелиограф, да, или гелиограф. Вот это такие вот гелиографы стояли на вооружении британских вооруженных сил вплоть до 60-х годов 20-го века. По-моему, самыми последними их сняли с вооружения новозеландские вооруженные силы. Значит, замечательный объект, он позволял, в принципе, при хорошей видимости, подавать сигнал на расстояние 295 километров. То есть, сами понимаете, что это даже больше, чем дальность связи со Станкинской телебашней, да, это, видимо, нужно с высокого какого-то места, с горы. А гелиограф работает очень просто, зеркальце, зеркальце, как, знаете, вот зеркальцем пускать зайчик, и вот пускают зайчик этим зеркальцем в нужном направлении, а в том, в нужном направлении сидит человек, который принимает этот сигнал, да, и в этом гелиографе остается только промодулировать этот сигнал, закрывать, открывать, закрывать, открывать, так сказать, зеркальце, да, вот он, пожалуйста, азбука Морзе, да. Сам по себе гелиограф известен очень давно, очень давно. И такого рода гелиографы использовались еще в Древней Греции. Причем он назывался так, водяной гелиограф, вот так он называется, удивительная вещь, правда? Значит, вода в нем использовалась не для преломления лучей, а для фактической передачи информации. Сейчас вам расскажу, как это делалось. Значит, пускаете вы зайчик туда, в ту сторону, да, пускаете зайчик, и пустили зайчик, там его приняли, увидели, пустили зайчик, и открывает кран, кран на неком сосуде, в котором имеется вода, и из этого сосуда вытекает жидкость, вода, вытекает. В зависимости от того, сколько воды вытечет, да, вот уровень поднимается, поднимается, вот он самый нижний уровень, альфа, повыше, бета, гамма, дельта, буквы греческого алфавита. Вот, второй раз пустили, так сказать, зайчик, закрывают кран, и смотрят, вот до какой буквы эта вода поднялась, да, вот это так называется водяной солнечный телеграф, или водяной гелиограф, вот такое вот оригинальное изобретение, да, то есть тут что происходило? Тут происходило кодирование знаков путем интервалов времени, да, это интервал времени между двумя вспышками, Вот, и вот длительность этого интервала измеряли с помощью фактически водяных часов, да, сколько воды вытечет, вот, и вот так вот он, интересная такая была конструкция водяного солнечного телеграфа. Спасибо вам большое за внимание, всех вам благ, до свидания, удачи.